Сегодня в нашей костюне мы витаемся пивачку и журналиста Наталью Берташ. Добрый, я думаю, публици я к Берту. Здравствуйте, Наташа, очень рада вас видеть. И начнем с непривычной, наверное, на данный момент темы. Вернемся в журналистику. Все-таки достаточно долго и плодотворно работали по специальности. И знаю, что и сейчас работаете в жанре интервью. Нет ощущения, что как-то ушла профессия на другой план? Безусловно, такое ощущение есть. И я очень долго в журналистике не работала. То есть это было какое-то студенчество. Потом меня очень сразу тянуло в рекламу, в коммуникации, в пиар. Близкие сферы. Да, близкие сферы, но это все-таки не журналистика. То есть основное это музыка, пение. Реклама, маркетинг. Это то, что я больше, скажем, люблю и умею. Что касается журналистики, то остался у меня проект «Тебранич с Бертой». Интервью с интересными людьми, которые выходят на одном из ведущих порталов. Из разряда что-то сделать и собой гордиться. То есть это такая возможность немножко отойти. Это хобби. Хотя у некоторых людей хобби становится профессией. У меня профессия стала хобби. Оригинальный выход. Если все-таки говорить о музыкальной карьере, большая часть слушателей представляет вас именно как джазовую певицу. Вы о себе того же мнения? Это на самом деле заблуждение. Я думаю, что это заблуждение связано с тем, что я сотрудничаю плотно и большую часть времени выступаю с коллективом Андрея Славинского, который ранее назывался как «Вип-джаз» Андрея Славинского, сейчас «Славинский бэнд». Хотя то, что мы делаем вместе, это не джаз в чистом виде. Это некие приджазованные версии каких-то известных композиций, около джазовой, скажем, аранжировки. Но у меня много других программ есть, и я работаю и в жанре русского романса, и французская у меня большая программа есть, и есть программа латинской музыки. Поэтому джаз в чистом виде даже, ну, наверное, существует, может, в каких-то профильных фестивалях джазовых. Мне нравится эта музыка тем, что это музыка импровизации. Когда ты начинаешь петь песню, ты никогда не знаешь, чем она закончится, сколько она продлится, сколько соло сыграет саксофонист, какие там будут повторы, куплеты, референды. То есть это все существует на уровне интуитивном, на сцене ты живешь как один организм. Тем не менее, любой-то артист мечтает о собственном репертуаре? Безусловно. Я до этого пробовала себя в разных жанрах, что касается авторской музыки. Рок, поп-рок. Я работала с Леонидом Шириным, и ездила даже с одной из его песен на конкурс в Грецию, где пятое место досталось нам из 28 европейских стран. Потом были попытки у меня работы в жанре какого-то городского романса, то, что у нас называется, скажем, шансон, но это больше не шансон, а такой французский шансон. Мне это все очень близко, но эти песни написаны для меня другими авторами, композиторами. И когда я после творческой паузы снова вернулась и стала петь со Славинским, с Андреем и его ребятами, подумала, что надо будет себя немножко поискать, посмотреть, где мне более комфортно. И в этом жанре делать какую-то авторскую программу. То случилось страшно, я начала писать стихи, песни сама. Вот, кстати, расскажите вам о проекте «Рифмотерапия». Рифмотерапия. Ну, вот случилось как-то где-то года, наверное, полтора. Наверное, случаются какие-то такие просветления, когда человек все-таки становится на свой путь, на какую-то свою дорогу. У меня произошло все-таки выбор в сторону творчества, между карьерой и творчеством. Когда я ушла из корпорации, стала заниматься только творчеством, и, возможно, это стало каким-то катализатором. Из меня посыпались эти рифмы, стихи. Как-то что-то где-то выложила на сайте, на своем или в фейсбуке. И оказалось, что вау, это людям нравится, и многие себя узнают, какие-то свои жизненные ситуации. В итоге друзья говорят, ну, надо тебе сделать уже вечер какой-то стихов. Причем удивительно, что пришло больше половины людей, которых я не знаю. И это очень хорошо, как кто-то пошутил, говорит, наконец-то на твои концерты стали ходить не только знакомые, но и незнакомые люди. Для артиста это хорошо, потому что это расширение аудитории. То есть проект Бранч Берты – хорошо. Кто-то где-то прочитал, кто-то Каберта. Может, ты забыл, но в следующий раз он вспомнил, что где-то что-то слышал. Рифмотерапия – хорошо. То есть когда ты находишься постоянно в каком-то информационном поле, то людям проще тебя запоминать. Это чистой воды пиар, маркетинг, применимый к самому себе, скажем так. Наташа, спасибо большое за очень интересную беседу сегодняшнюю. Была рада видеть вас в проекте «Корридоскоп». И я вас тоже. Приходите на концерты. Обязательно. Я нагадаю сегодня гостей нашей программы была Ась Павачка Берта.